Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. А мы продолжаем разговор о том, как чувствует себя бизнес в Российской Федерации. Чувствует он себя неплохо, я вам хочу сказать, потому что передо мной три внушительных, я в хорошем смысле имею ввиду внушители, джентльмены сидят, ну как минимум с улыбками на лицах. Это как раз сегодняшние гости, а тема нашей программы уже не совсем, наверное, обычная. Мы сегодня будем говорить о настольных играх и бизнесе, которые строятся именно на любви российского гражданина к этому времяпрепровождению. Так вот, я прежде всего представлю гостей, значит, эти три джентльмена. Один из них, Михаил Акулов, генеральный директор компании Мир Хобби. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Второй, Александр Пешков, генеральный директор магазинов «Игровед» и издательства «Стиль жизни». Добрый вечер, Саша. Здравствуйте. И еще с нами Тимур Кадыров, сооснователь SC Games. Добрый вечер, Тимур. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, уважаемые слушатели, еще раз повторю, такая замечательная, на мой взгляд, как минимум, ну и на взгляд моих гостей, сегодня тема. Тема тем более замечательная, что студия сейчас похожа у нас на... Новый год. Новый год. На пространство перед новогодней елочкой. Огромное количество коробок, вот мои гости сегодня принесли, ну, видимо, в качестве демонстрации того, что все это вещь очень полезная и нужная. И красивая. И красивая, что самое главное, это действительно так. Уважаемые слушатели, я традиционно напоминаю, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, к нашему разговору. Для этого есть телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Еще раз я напомню, телефон 651099,6. Ну и интернет-ресурсы, это сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными наблюдениями. И, собственно, очень интересно было бы узнать, насколько для вас востребовано подобное времяпрепровождение, как настольная игра. Я начну с себя, и мы за эфиром с ребятами говорили, вот для меня настольная игра, ну, это, видимо, такая детская ассоциация, да. Среди настольных игр я сумел только вспомнить, вспомнить далекое детство, вспомнить я сумел лото, домино, ну, шашки шахматы тоже можно соотнести, да. И настольный хоккей мне мама дарила, я с удовольствием с братом устраивали турниры. И все. А глядя вот на это изобилие, я могу предположить, что все не так уж банально, не так просто. Миш, давай с себя начнем, расскажи, пожалуйста, о чем идет речь и о себе немножко. Ну, мы, наверное, крупнейшее, наверное, в издании, там, ребята, я думаю, поддерживают, издательство в России, которое издает настольные игры, специализированное издательство настольных игр. Настольные игры очень далеко ушли от того, что было в Советском Союзе, это игры типа «брось кубик, передвинь фишку». В настоящий момент существуют разнообразные игры на всевозможные темы. Это игры-пародия, которые, возможно, в оформлении, как там, игра мальчики, например, связана с пародией на всевозможные события в жизни. Это может быть на «Звездные войны» пародия, последнее то, что на события связано с апокалипсисом. Это могут быть экономические игры, это могут быть игры какие-то стратегические. Миш, я перебью тебя, ты перечисляешь, да, чему могут быть посвящены тематика. А суть та же самая, брось фишку передвинь. Нет, ну, суть может быть разнообразная. Это могут быть игры, основанные на картах, да, на какие-то комбинации с картах. Это могут быть... Насколько я знаю, вы именно с карточной игры и начинали, да, в свое время? Нет. Нет? Нет. Мы начинали, мы сразу же начинали с локализации, там, одной из лучших западных игр, с Эдлером Сукатан, в русском издании «Колонизаторы», и с игры «Каркасон». Ну, вот, чтобы там базово было слушателям понятно, вот, без изображения, «Кокасон» представляет собой такой, можно сказать, осовременный пазл. То есть, когда нужно... Игра заключается в том, чтобы, помимо того, что собрать картинку, вы собираете картинку таким образом, что с этого вы получаете определенные очки. Тот, кто больше набрал в конце игры очков, тот и победил. И скорость, наверное, имеет значение, да, кто быстрее? Нет, ходы совершаются по очереди, но есть же игры и на скорость. То есть, игр сейчас в великое разнообразие. То есть, некоторые игры похожи на компьютерные игры. Да, вообще, многие компьютерные игры изначально начинались из настольных игр на Западе, да. Просто в России у нас сначала пришли компьютерные игры, а потом, наверное, как-то докатились настольные игры. На Западе все было наоборот. Но потом уже индустрия настолько переплетена, что, например, есть, все знают, наверное, игру «Цивилизация» Сида Мэйера, компьютерную игру знаменитую. Уже по лицензии этой компьютерной игры делается настольная игра. Очень похожа на компьютерную, но можно собраться за одним столом не через монитор, а в компании за одним столом и отлично провести время. То есть, ну, основное, чем привлекает современных людей настольная игра. Действительно. Вот для чего это нужно? То, что вы можете собраться с друзьями лицом к лицу. То есть, это же, смотрите, это и отличный досуг, и то, что нравится всем людям, это элемент соперничества, да. А механик, которые воплощены в настольной игре, их множество. Кто-то хочет... То есть, каждая настольная игра, времяпровождение за настольной игрой – это маленькое приключение. Кто-то хочет сегодня быть строителем замков. Он будет строить замки. Он может найти настольную игру, в которой он будет строить замки. И не один строить замки, а в компании друзей, общаясь лицом к лицу, весело проводя время. Это могут быть, там, выращивание урожая. Кто-то хочет стратегически завоевывать мир. Вот он будет, там, против своего друга завоевывать мир. Кто-то хочет просто, ну, сделать какую-то... Есть пати игры, которые, там, основаны на движении, да. То есть, каждый человек сейчас может в настольной игре найти что-то свое, что-то ему интересно. То есть, я вот думаю, меня коллеги поддерживают. Ну, я надеюсь, вот, Саша, вопрос к тебе, поскольку, да, у тебя магазин целый. Ну, сеть магазинов, да. Сеть магазинов, тем более, да, которая предлагает вот подобный досуг. И Миша только что говорил, что это в какой-то степени альтернатива компьютерным играм. Так и есть. Вот с точки зрения спроса, предложения, да, то, что у тебя происходит. Ну, более того, они даже противопоставляются компьютерным играм. То есть, скажем так, компьютерные игры, конечно, более массово распространены в нашей стране. И не всем это нравится, на самом деле. Да, люди устают. Не всем из потребителей, не всем из кого? Не всем из потребителей, собственно, да. Есть же семейная аудитория, люди, которые не очень хотят, чтобы их дети там сидели с утра до ночи за компьютерами. Есть взрослые люди, которые устали сидеть за компьютерами. Смотри, смотри, Саш, можно сказать, что основные противники компьютерных игр – это родные и близкие тех, кто, да, подсел на это дело. Ну, почему? Ну, сами люди тоже устают. Если вы работаете, скорее всего, работаете с компьютером сейчас в современном мире. Да. Поэтому вы и так проводите большую часть времени, развлекаясь, скажем так, вернее, проводите работы с компьютером, развлекаясь, да, и развлекаясь, потом снова опять с компьютером. И хотелось бы просто элементарно физически. Хочется живого общения. Да, да. Потому что… Отвлечь, да, глаза хотя бы, чтобы… Когда вы сидите даже с друзьями через монитор, вы не можете подрогать друга. А может подрогать монитор. А так вы можете подрогать друга. Да. А так можно, ну, как-то это живое общение. Да нет, ну, я согласен, конечно. Живое общение – это живое общение. В общем, сейчас дефицит общения в современном мире, да. Безусловно. Ну, там электронные всякие СМИ, да, социальные сети, естественно, конечно, да. Но социальные сети тоже неплохо, через них можно договориться, как всегда встретиться и поиграть в настольную игру. Да. Так что мы ничего против них не имеем. В принципе, отличный способ Что-нибудь узнать про настольные игры Подготовиться, да? Я не обладаю статистикой, скажем так По спросу компьютерных игр Какая там динамика развития этого рынка Но вот настольных игр рынок очень бурно развивается То есть у нас он очень быстро растет Мне очень понравилась еще такая фраза Я, готовившись к программе Почитал, посмотрел в интернете И, не знаю, может, согласитесь или нет После кризиса Очень здорово просел Спрос на компьютерные игры А вот подобные ямы В спросе на игры настольные Не было Стабильно, растущий рынок, во-первых А во-вторых, семейные ценности в кризис Не девальвируются, а наоборот Растут в цене, скажем, да? Если вы не можете позволить себе, может быть, теперь пойти В какое-нибудь дорогое развлекательное заведение А собраться с родными вместе дома Вы по-прежнему можете себе позволить И это замечательная альтернатива И плюс, когда вы идете в какое-то развлекательное заведение Это одноразовый отдых Да, да А здесь вы купили настольную игру Так как она очень вариативна Вы можете Вам не скучно играть в нее там 10 раз И 50 раз Вы можете поиграть потом в другую игру Опять вернуться к этой игре И, наверное, опять мы заговорили о кризисе Ну и это нормально Все-таки бизнес есть бизнес То есть потребители, это все-таки гораздо дешевле Гораздо бюджетнее Конечно, да Это товар не разового, да? Такое постоянное использование То есть можно долго-долго пользоваться Тимур, что касается SC Games Это непосредственно какие-то отличные, да? От того, что мы сейчас произносили вещи Нет, это все очень похоже Мы достаточно молодая компания Всего год занимаемся играми Выпускаем игру Imaginarium Которая на ассоциации Вот И сейчас выпустили Вопрос о том, когда появились настольные игры Мы выпустили игру с 19 века Это игра флир цветов Раньше люди... Ну, то есть не игра 19 века, да? Тематика 19 века в этой игре Нет, нет, нет Мы ничего в ней не изменили Именно просто пала в руки коробка игры Действительная коробка игры 19 века То есть 1800 какого-то года Да, да, да Забавно И люди собирались в салонах И по помощи этой игры Строили отношения между друг другом А, то есть это такая... Это социальная игра Социальная, да? Личностная Личностная, да То есть на этих карточках есть карточки И на них зашифрованы послания определенные Вот эти люди обмениваются карточками Обмениваются посланиями И таким образом происходит какой-то такой Можно сказать, флирт между людьми Замечательно Замечательно То есть я... Сейчас мы пойдем на новости Я, если позволите, небольшой подыток подведу Вот то, что я понял, по крайней мере, да? Общаясь 12 минут с вами С зажигательными вами Я бы так это сказал Это замечательно Вы любите то, чем занимаетесь Очень большая редкость Так вот, я понимаю, что в принципе, да? Настольную игру можно найти А, для любого человека Любого возраста Любой интеллектуальной, социальной какой-то принадлежности И б, любой тематики Верно Вот сейчас мы еще раз слушаем новости А потом продолжим более детально об этом Поговорим, это очень интересно Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели В эфире Финам ФМ Бизнес Класс Сегодняшняя тема связана с настольными играми Мы говорим о том, как можно строить на этом бизнес Ну и, естественно, что нам всегда интересно Насколько этот бизнес популярен Насколько то, что предлагают мои сегодняшние гости Находит спрос Кстати, еще раз представлю Сегодня в гостях Михаил Акулов Генеральный директор компании Мир Хобби Александр Пешков Генеральный директор магазинов Игровед и издательства Стиль Жизни И Тимур Кадыров Сооснователь SC Games Ну что ж, давайте продолжим И вот та тема, которую мне хотелось бы сейчас обсудить Это, ну давайте так, возрастная, что ли, да Аудитория, насколько она делится И что вы можете предложить для того или иного возраста Ну и включая тематику, конечно, этих игр Очевидно, да, вот то, о чем рассказывал сейчас Тимур Это, наверное, как сейчас принято говорить 18+, да, все-таки Миш, давай с тебя начнем Есть игры разных возрастов Но лучшие игры, на мой взгляд Это те, когда за столом Можешь собраться три поколения То есть вся семья, вот то, о чем мы говорим Вся семья бабушки, родители и внуки И главное, что Чем это хорошо То, что это общение не напрягает Когда мы очень заняты Общение иногда и со старшим поколением И с младшим поколением Привращает в такую рутину и обязанность А здесь это отличное времяпривождение Не шуми, не сори, не мешай бабушке Извини, правда, я тебя перебью Я вот опять то, о чем Миша заговорил Оно, видимо, как Я человек уже, извините, уж не молодой И ностальгирую сразу Я вспоминаю У нас была такая уже точная история Когда я еще, будучи там Дошкольником, по-моему Или школьником начальных классов Как раз мы собирались за большим круглым столом Я, мой старший брат Мои мама и папа И их мама и папа Братья и сестры И мы играли в лото, извини Потому что не было больше Прекрасно Но это было замечательно Лото до сих пор играет Причем мы играли там на маленькую копеечку какую-то Это было еще более увлекательно Но дело даже не в этом Я помню вот эту атмосферу Вот ты заговорил об этом Я прямо ностальгии сейчас постигла Продолжай, пожалуйста Ну, это вот Как бы одно из преимуществ Времопровождения с настольными играми Что вы с большим удовольствием Можете собрать Достаново всей семьей И каждый в настольной игре Найдет что-то свое Да, потому что Помимо логики Есть определенные в играх Элементы случайности Которые могут немножко нивелировать Да, там интеллектуальный уровень И так далее Вообще Такая вот Настольная игра становится уже культурой То есть Там В Европе чуть больше Например, в Германии Где вообще культ настольной игры Врачи прописывают настольные игры Лицам пожилого возраста Для Ну, как бы Для сохранения их умственной активности На достаточном уровне И болезни связаны с этим Чтобы отступали Ну и проблема коммуникации Если отсутствует Она, наверное, тоже решается таким образом Я помню один известный фильм Старый наш советский Где вот в таком же, собственно, контексте Было рекомендовано Заведите себе собаку Да Вот чего Не переживай Заведите собаку И вот у вас будет с чем Пообщаться А здесь Совсем другая история Да Это замечательно Ну, вот если вернуться Все-таки К предмету нашего разговора Мы говорим, что есть Настольные игры Которые объединяют Многие поколения Да Какой пример Ты можешь привести Потому что сложно, наверное Тому же дошкольнику И человеку старшего поколения В цивилизацию играть Или как она называется В цивилизацию может сложно Но в колонизаторы У меня У знакомых Шестилетняя девочка Обыгрывает родителей Вот Хотя Игра достаточно интересная Тот же каркасон Игры Семейные игры Они рассчитаны на простые правила Но при этих простых правилах Должен сохраняться интерес к игре То есть Простые правила Не означают, что игра плохая Могут быть какие-то стратегические игры С очень сложными правилами Сорок страниц Они тоже интересны Вот они интересны Для определенного Круга Во многом любителей настольных игр Которые уже там Ну, наиграли в семейные Но те же любители настольных игр С удовольствием там Проведут вечер семьей А не какой-то узкой тусовкой Да Всей семьей За Какой-нибудь Веселый Игрой Тип каркасон Клонизатора За семь Который не ограничивает все-таки Да Вот извините Механическое бросание кубика этого И передвигание фишки Не ограничивает Потому что это Действительно становится уже скучно Саша Подключись пожалуйста Мне очень интересно Знаешь Какой вопрос Ну мы говорили о неких Тенденциях Ну за эфиром Тенденциях Вот что сейчас наиболее востребовано Среди твоих покупателей Среди твоих клиентов Всегда востребованы Хорошие товары Да Востребованы хорошие Настольные игры На самом деле Что такое хорошее Хорошо Хорошие точки зрения Темы Хорошие точки зрения Исполнения визуального Хорошие точки зрения Удобства Вот Механического Если там всё в целом, это хорошая игра. На самом деле, самое главное, наверное, понятно, что на вкус и цвет товарищей нет. Безусловно. Наверное, самое хорошее, единственное, наверное, критерий, который, можно сказать, он интегральный, объединяющий, это реиграбельность, так называемая. Сколько раз вы будете в неё играть снова? Вот важный критерий, да, потому что игра будет красивый, вроде бы интересно, вы три раза сыграли, ну всё, спасибо, ну как бы неинтересно больше, да. Может быть, вы не расстроены, потому что как в кино сходили, да, посмотрели, прикольно, здорово, всё, закончили. А вы такая игра, вы и снова, и снова, и снова достаете, да, вы зовёте новых друзей, и старыми друзьями играете. В таком случае, ну, value of money, да, вы получаете максимум удовольствия, максимум интереса за те деньги, которые вы вложили в эту игру. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, в этой ситуации на первом месте что? Действительно, интерес к самой игре или мотивация, чтобы собрать народ? Вот я опять, извини уж, я не хочу вас обидеть, я всё о своём, а лото об этом самом. Ну, что там нового? Каждый раз мы собираемся, мы знаем прекрасно, как это выглядит, да, три карточки раздаём. Это новая случайность, на самом деле, этот азарт. То есть выиграл, не выиграл. Ну, это азарт, да, люди любят азарт, почему люди играют в всякие азартные игры, да, которые, в общем, могут быть довольно глупыми. Бросание костей вообще от вас ничего не зависит, вообще. Но почему, тем не менее, люди делают это снова и снова. Почему? Из-за азарта, да? Там всякие запускаются процессы в мозгу, да, биохимия начинается и так далее, и вам хочется ещё раз, ещё раз давить на эту педальку. Соответственно, есть игры совсем глупые, но тем не менее, людям хочется играть из-за азарта. Но настоящие, хорошие, современные настольные игры, они не глупые, да, они бывают очень разные. Есть игры на ловкость, есть игры, там, Баусак или Звёздочка, есть игры Дженгу, все знают наверняка, из кубиков таких строить, башенку таких с брусочком. Есть игры на ассоциации, Диксит и ещё другие всякие игры, да, Алиас, там, очень известная такая игра популярная. Есть игры, где нужно что-то стратегическое такое думать, вот замки строить и так далее, да. Есть игры на скорость, вот на реакцию, надо быть просто первым. Поэтому они очень разные, разные, задействуют совершенно ваши навыки. И в этом смысле, вот ещё возвращаясь к теме возрастов, во-первых, ещё важная вещь, это повод собраться. Вот, действительно, вы можете собраться, но это повод, нужен даже повод, чтобы собраться иногда. Подожди, повод поиграть в игру, это повод? А почему нет? Есть обе мотивации, то есть работают обе мотивации. И встретиться с друзьями, и плюс, как хорошее времяпривождение. Вот, например, мы на отдых иногда берём, ну, мы всегда берём настольные игры, иногда мы теперь их берём, так как они локализуются на айпаде, настольные игры переносятся на айпад, и таскать айпад проще. То на отдых иногда мы с тобой берём айпады, да. Но мы играем между друг другом, сидя рядом в кружочке. Ну, то есть вот то, что сейчас у нас на столе, оно заменяется айпадом в каком-то смысле. Ну, может, есть, очень мало есть. Ну, вот я смотрю, Саша не очень этому рада обстоятельствует. Ну, я не совсем одобряю, немножко девальвирует основную идею. Он поморщит, ну, конечно, конечно. Потому что тут есть ещё тактильный факт, да? Нет, это тактильный. То есть это деревянные какие-то пластиковые компоненты, которые интересные. Запах, не знаю, как карточка свеженапечатанного. Мне кажется, это та же самая история, что с книгами. Конечно, вот. Просто тащить с собой. Это понятно, да. Я вот, например, сейчас видел на отдых вот с такой коробкой. Ну, то есть это большой объём. Купи себе большой чемодан. Ну, ты у меня багажник наверняка. Тимур, скажи, скажи. Я хотел сказать, что та же, мне кажется, самая история, что с книгами происходит и с настольными играми. Просто современные технологии компьютерные ещё так далеко не шагнули, чтобы по юзабилити действительно заменить удобство картона и простоту. Но, мне кажется, тенденция такая есть. И со временем это может... Лет через 10, да. Картонные игры будут примерно так же, как и книги, быть... Вычисленные. Ну, не полностью вычисленные. Останутся только самые-самые-самые лучшие, которые... Картонные игры — это архаизм уже такой. То же самое говорили про газеты, про радио. Давайте вспомним, да? Про театр, помнишь, да? Да, да, да. Фильм был известный. Ну, театр тоже скоро. Там лёд будет, как кино, кино или там телевидение, по-моему. Я не соглашусь с Тимуром абсолютно, потому что основной настольной игрой — всё-таки собраться вместе. Как я подчеркнул, мы берём айпады, но мы не играем в разных местах. Да? Мы, например, если берём айпад, то мы садимся друг напротив друга. Просто нам неудобно тащить коробку. Поэтому, если там каких-то там мега-3D-технологий с графическим изображением не будет, то ничего не поменяется. То есть я не думаю. А что касается мотивации, то так как игры разные, то это и повод собраться есть. А есть наоборот. Есть, например, сложные игры, у которых партия достигает там от 8 до 12 часов. И мы там пару раз в год с друзьями специально собираемся, снимаем помещение. Одна партия, то есть вот одна игра от 8 до 12 часов. Мама родная. Да, это вот игры размером... Большие, в общем. ...8 таких или 10 таких, да? И мы специально собираем там, снимаем кое-что... Не, меня заинтересовал опять, вот, прикладно, а во что эта игра, во что? Ну, как правило, стратегическая игра. Стратегическая, то есть что-то строить... Космическую галактику развивать какую-нибудь, такой вот, Эклипс какой-нибудь там. Да, да. В последний раз мы 9 часов играли. Забавно. Ну, вы тоже становитесь игроманами, я так понимаю, нет? Ну, нам интересно, мы любим игр сами на столе. Это удивительно. Я думаю, Александр, то же самое. У нас бизнес родился из хобби. Да, верно. Вот, кстати, давайте об этом мы поговорим. Мы хотя бы начнем, потому что время тоже сейчас заканчивает. Смотрите, я действительно почитал, ну, как минимум, да, о том, что писали в известном журнале про вас, про твоих друзей. И забавно мне показалось, ну, это действительно так, и спорить с этим бессмысленно. Мужчина — это тот же мальчик, да, то есть с возрастом у него просто меняются игрушки. А ваши игрушки не поменялись, мне кажется. Ну, с одной стороны, да, может быть, в качестве развлечения мы стали меньше играть в настольные игры, когда я стал бизнесом. Но что меня не пришлось радовать — игра. Вот когда я играю в настольные игры, мне это нравится. Ну, есть вот в этом, да, что подсознание, и ты сразу как-то погружаешься в детство, возвращаешься в детство, может быть, отсюда. Психологически это. Это просто открытие нового. Да, это открытие нового. Это каждый раз маленькое приключение новое. Ты берешь настольную игру — это маленькое приключение. Ну, хорошо, если ты берешь новую настольную игру, а если ты, вот, как называется, реиграбельность. А я тогда просто старое отличное приключение. Каждая игра, она же каждая партия по-новому происходит. Я просто тоже приключение с теми же данными. Просто это как выйти за дверь. Каждый раз, когда вы выходите за дверь, у вас новый мир. Вот я просто заново пошел, там, вышел за дверь летом. А я могу выйти за дверь зимой. Да, это каждое разное новое приключение. Так и с настольной игрой. Ну, так давай, тем не менее, начнем с того, как пришла идея, вот, в твою конкретно голову, да, этим делом заняться. Как это стало бизнесом? Ну, как идея эта формируется. Просто мне нравились настольные игры. Да, и когда меня друзья пригласили в этот проект, мой друг Илья Карпинский, он уже занимался данным проектом. Так, когда меня пригласили, я как просто любитель настольных игр, мне это понравилось. И я стал заниматься этим бизнесом. Вот, кстати, с этой точки зрения, Саша, Тимур, скажите мне, пожалуйста, насколько много, ну, я, извините, опять никого хочу обидеть, но можно сказать, профессионал настольных игр? Или профессионал этого бизнеса? Или как это, употребительное это слово? Ну, можно сказать, в любом бизнесе есть профессионалы. Да, да. Мы профессионалы, потому что мы этим занимаемся. Ну, здесь несколько парадоксально, потому что мы говорим, зарабатываем деньги. Профессионал в играх, да? Но, тем не менее, вот как много этих профессионалов, Саша? Ну, вот, относительно чего? Относительно России. Больших заметных игроков на рынке немного. Раз-два я общался. В пределах десятка, наверное, да? Три, я бы сказал. Нет, ну, в смысле каких-то, которые хоть что-то там, эти родничные рынки, и оптовые, все рассматриваются, которые с игрушечного. Есть просто игрушечный рынок, примыкающий, да, это большой рынок, а нахватывающий. Игрушечный, это непосредственно игрушки для детей. Да, игрушки для детей любые, там у них есть тоже какие-то настольные, есть игроки из этого рынка, которые тоже к настольным играм имеют отношение, какие-то есть. Но, в целом, издательцы больших вот... От специализированных издательств, которые специализируются. В общем-то, есть поменьше издательств, их побольше. Причем специализируются, а, на разработке, да, на производстве, на выпуске, на продаже, вот так, вот это все, да? Там есть разные, ну, как в любом товаре есть цикл производства и его реализации. Это могут быть собственные заводы, могут быть сторонние заводы по производству. Авторы, это могут быть тоже сторонние, могут быть локализации западных игр на русский рынок, могут быть работы с российскими авторами. Миша, сейчас мы еще раз слушаем новости, а потом поговорим именно об этом, как рождается игра, ее процесс. Продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели бизнес-класс на Финам.ФМ, я Олег Дмитриев. Напоминаю, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Если у вас есть вопросы или собственные мысли по поводу нашей сегодняшней темы, пожалуйста, звоните и пишите. Тема у нас замечательная. Мы говорим сегодня о настольных играх, как бизнесе, не просто как приятном, как выяснилось неоднократно уже в нашей беседе, времяпрепровождение. Напомню еще раз, сегодня в гостях у меня Михаил Акулов, генеральный директор компании Мир Хобби, Александр Пешков, генеральный директор магазинов Игровед и издательства Стиль Жизни и Тимур Кадыров, сооснователь SC Games. Ну и, как я, собственно, проанонсировал, я вас прошу, давайте попытаемся проследить, как рождается игра вообще, от замысла, я бы даже сказал. Ведь вот те примеры, которые предлагали, игра может быть посвящена Звездным Войнам, да? Значит, мы берем за основу то, что происходило в известном фильме или пародию на нее делали. И обыграем это как-то. Это один вариант. Но, как правило, вот если мы говорим об авторах, автор приносит какую-то абстракцию, это какие-то, например, бумажные карточки, на которых написан какой-то текст. Так. И потом издательство уже думает, что же делать с оформлением. Подожди, подожди, автор приносит, у него и мысль какая-то должна быть. Бывает, как бы, игра либо от темы идет, либо от алгоритма от игрового. Два разных способа. Либо, скажем, человек, хочу придумать игру про Звездные Войны, да? И вот он думает, что бы такого происходило в Звездных Войнах, появится под нее придумать механику. А вот то, что Миша говорит, это другое. Человек придумал механику. Вот если мы сюда пойдем, а здесь сюда, а здесь вот эти вот штучки, да? То он думает, так, про что же игра-то теперь будет? И он может там придумать тему, может не придумать. Да, и сверху уже тогда сеттинг накладывается. Да, тема. Уже тема игры накладывается, да? То есть, и вот как бы... Ну, а это имеет значение принципиальное? Или там большинство игр вот идут от темы... По-разному. К механизму отчасть? Есть игры, основанные на лицензиях. На лицензиях это значит, так сказать, то, что из-за бугра. Ну, пожалуйста, по властелинам. Нет, я имею в виду, это другое. То есть... То есть уже есть носитель какой-то, да? Есть бренд какой-то. Есть бренд, типа властелина колец. Или есть бренд «Игра престолов» Мартина, сериал. И уже основываясь на этой вселенной, людям, которые нравятся эта вселенная, придумывают игру, какую-то механику под нее. Либо это может быть... То есть то, что вы говорите по лицензиям, это немножко другое. То есть здесь правообладатель, тот, кто обладает правом на мир. Но также есть автор и издательство, например, «Разубежное», которое выпустило. И уже на России мы покупаем лицензию уже готовую. И просто трансформируем, да? Переводим русский язык. На русский язык, да? Да, там... Партинки там что-то, да, подрисовывая? Да. Меняем правила. Иногда меняем немножко внешний вид, если он нас не устраивает. Ну, кстати, он вас не устраивает по какой причине может, Тимур? Потому что это не очень близко, наверное, российскому потребителю. Внешний вид... Внешний вид игры. Вот Миша рассказывал о том, что если мы берем лицензионный какой-то продукт, ну, логично, что если это написано на иностранном языке, надо перевести на русский. Ну, опять, с точки зрения лингвистики, да, надо как-то адаптировать. Ну, здесь бывают разные забавности, то есть я, как бы, не буду представлять правообладателя, но бывает забавность, когда правообладатель настаивает, чтобы, например, наименование было на английском языке. Потому что данное наименование является торговой маркой еще. И вот тут наша задача еще убедить правообладателя, что на русском языке так не надо. Не надо, да. Потому что это звучит очень смешно. Бывает очень, да, странное звучание. Да-да-да-да. Да, это просто минус-маркетинг уже, да, называется. Сам себе делаешь уже проблемы. Ну, а вот что касается, если картинки подрисовываем, да, может это так быть? Картинки, это немножко удорожает процесс. Потому что если мы покупаем лицензию за рубежом, уже готовый процесс, да, и любая переработка этого процесса, мы уже заплатили за нее деньги. Любая переработка – это дополнительная работа собственной редакции, собственных художников, собственных дизайнеров. А мы любим перерисовывать. Любите, да? Ну, мы выпускаем очень много продукции, да, и плюс, когда вы перерисовываете продукт по известному бренду, у вас согласование с правообладателями. Например, когда мы немножко подрисовывали, нас не устроила компоновка по Хоббиту, это пришлось западным правообладателям, а западному правообладателю пришлось согласовывать это с держателями мира Толкина. То есть это очень длинная цепочка, что удлиняет процесс. Звучит, как звучит, держатель мира Толкина. А кто это такой? Это по правам. Это один какой-то дяденька держатель? Нет, есть права, которые принадлежат образу фильма, а есть права, которые принадлежат по миру. Мир Толкина, там, изгядистка «Софистикейт» западная, оно имеет право производить настольные игры по миру Толкина. Именно по книжному миру использую книжные образы. Отдельные права это по фильму. Хорошо. Я понял, и, наверное, можно говорить о том, что, как и во многих отраслях индустрии нашей развлекательной, игровой, мы сталкиваемся с тем, что берем некий готовый лицензированный продукт и адаптируем для нашей действительности. А, ну, я даже опять не прошу, Саш, да, Тимур, в процентах и цифры, насколько часто все-таки отечественная мысль, да, родной продукт рождается именно на отечественном поле все-таки. Мало пока, но есть, но мало. Есть, мало, но вот в качестве интересного примера, мы, например, работали с Акуниным, мы выпустили игру по кронации, для этого мы использовали отечественного автора, мы привлекали, чтобы он написал движок по этой вселенной, мы выпустили игру по кронации. Кстати, Мир, ну, если вот похожим языком, да, кто обладает, как это ты назвал? Это есть авторское право. Миром Акунина. Акунин, Акунин. Акунин же, да? Да, также там Дмитрий Глуховский обладает правом на метро, по которому мы выпустили тоже игру. Вадим Панов по своей замечательной вселенной «Тайный город» обладает правами на тайный город. Соответственно, тут у нас идет двойная оплата. Мы платим автору ройалти, да, то есть процент от продаж оптовых. И также мы платим Вадима Панова, например. Насчет российских авторов, тут надо еще понимать, что авторы из воздуха не берутся, да, это с культурой связано. Если сформировалась культура настольных игр в стране, тогда есть авторы. Если вот никто книг не читает, откуда писатели возьмутся, да? Нет, подожди. Есть культура настольных игр, а есть некая литература, которая может быть превращена. Не, ну я имею в виду, что чтобы появились авторы, нужно чтобы люди знали, хорошо разбираясь в настольных играх. А мимо вселенной должен быть движок, механика. Даже понимаете, как они устроены, как бы, да? Если никто не знает толком, как они устроены, если человек там сто, да, или тысяча, то из авторов шанс маленький, да? Если автор, скажем, один на миллион, значит, миллион человек заинтересованы настольными играми, чтобы автор получился. Поэтому игры относительно... Я вам хочу сказать, у вас сейчас стратегическая миссия, потому что, в принципе, да, это... Да, мы делаем сейчас специальный конкурс с призовым фондом для авторов. То есть мы сейчас специальный конкурс, там 150 тысяч призовый фонд. Просто вот мы людям, говорим, посылайте нам свои авторские разработки, российским, да, авторам, и мы обещаем даже призы вручить, даже если мы не сдаем. Даже если игра, скажем, окажется так себе, то есть мы не готовы сдать, все равно мы выручаем призы. Я тебе говорю, я не боюсь вот этого пафоса, который сейчас прозвучит, Саш, ну согласись, да, вот у вас сейчас миссия стратегическая, потому что вы рождаете новую культуру, вот вы ее сейчас поднимаете. Я бы вот как раз отказался от пафоса, потому что мы заинтересованы в этом кровно. Ну что значит кровно заинтересованы? Потому что если будут российские авторы с интересными, они ближе нам по ментальности, чем западные авторы. Поэтому мы, например, сейчас также выходим на западный рынок, на Германию, и, например, в нашем авторском конкурсе мы сразу же предлагаем издание игры победителями и в России, и за рубежом. И, ну, всегда проще работать с тем, что у тебя здесь, чем то, что за рубежом. Хотя у нас очень давний опыт, нас отлично знают за рубежом, как там честную компанию, которая всегда платит по своим обязательствам, и с авторами напрямую зарубежными мы тоже работаем. Но хочется, чтобы что-то было в России. Это причем, ну, тут не надо лишнего пафоса, нам это выгодно. Ну ладно, скромняга, скромняга. Не, ну это, конечно, мы затрессованы, естественно, имеете свои хорошие права, скажем, да, обычно, если вы лицензировали у зарубежного автора, вы получите права на Россию. Если мы найдем хорошего автора в России, то, скорее всего, мы купим у него права World Wide, да, на весь мир, и потом пойдем и зададим ее за границу. То есть так же у нас тоже, как и у Михаила, много партнеров зарубежных. Поэтому есть, естественно, и бизнес, иначе мы этим, наверное, совсем и не занимались, но есть и социальный аспект, так скажем. Мы и у зарубежных авторов покупали на весь мир, но, например, при покупке с рубежом прав на весь мир, там игроков гораздо больше, и гораздо больше конкурентов, которые могут предложить сразу же устойчиво. Мы только выходим на западный рынок, а там люди со сложившимся десятилетиями репутацией, бизнесом, и им проще покупать на весь мир права там. Вот, кстати, если говорить о сложившихся уже десятилетиями, Тимур, вот как ты думаешь, если смотреть на эту культуру, игровую культуру, да, за рубежом и на нашу, вот есть с точки зрения именно менталитета какие-то отличия? Ну, я имею в виду по востребованности. Вот там, условно говоря, востребованы какие-нибудь стрелялки, страшилки, там что-то еще, фэнтези, а здесь, да, социальные игры, там, как заработать миллион, и так далее, и тому подобное. Как ты думаешь? Мне кажется, в этом вопросе кроется как раз причина роста российского игрового рынка. Так. В том плане, что, лично мое мнение, что люди сейчас стали, ну, в хорошем смысле, более инфантильны, более, позволили себе играть, они стали более социальны. Вот это те перемены, которые происходили в России последние годы, там, десятилетия, может быть. То есть раньше не было, да, у россиянина возможности найти какое-то время, сесть, спокойно расслабиться, и тем более еще и в настольную игру культуру поиграть. Ну, да, да. Все время надо бежать, бежать, зарабатывать деньги там, да. А если уж развлекаться, то развлекаться так, чтобы ухо... Вот, да, уже на завтра ничего не помните. Да, да, да. Кто здесь, да, где? Где я? Сейчас стали люди больше играть, и больше стали играть именно взрослые люди. Да, то есть если раньше это было прерогатива больше детей, сейчас стали играть взрослые. Ну, ты считаешь, что это позитивно все-таки, да? Конечно, позитивно. Это хорошее. Вот, и сейчас как раз, мне кажется, самый интересный сегмент рынка национальных игр, это именно взрослые игры, которые для, там, достаточно такого, уже людей, которые уже развелись, состоялись, обладают каким-то жизненным опытом. Ну, то есть, где и социально, да, еще это люди, там, условно говоря, там, среднего возраста, который имеет свой бизнес или успешно имеет семью. Допустим, есть игры, которые мы выпускаем, мы же, наверное, игра на ассоциации, и там вот интерес к этой игре очень сильно зависит от того, насколько человек культурно развит, насколько развит его фантазия, насколько... потому что, если ты садишься играть с людьми в игру, и ваши культурные, когда они совпадают, допустим, вот один смотрел много фильмов, читал много книг, а второй нет, то игры у вас не получится. А когда все люди собираются... Одного примера уровня. Одного уровня, да? Да, получается, очень интересная игра. Я понял. Это потому что игра, вот там, Диксит, в частности, они основаны на ассоциациях. То есть, я не знаю, там, может, Саша Паврагих скажет отдельно, мы-то как раз, те игры, которые семейные, они не зависят от культурного уровня. Не, ну а семейные может быть. Ну, если мы говорим... Ну, даже ассоциация, смотри, подожди, подожди, подожди. Это просто ассоциация, узкий спектр игр, потому что, ну, там, я не знаю, как может быть, не от социального статуса, не от культурного уровня, Ну, от интеллектуального, ну, может быть, ну, согласись. И то игры вариативные. То есть, девочка шести лет, знающая правила, имеет шансы обыграть родителей. Я уж не говорю про игры на память или там какие-нибудь на скорость, потому что точно. Дети всех порвут. Дети всех порвут, потому что скорость со временем утрачивается. Скорость, реакция, мышление замедляется. Насчет ассоциативных игр и вообще игр для взрослых, на самом деле, я не согласен, в общем-то, тут игры в основном все-таки это больше, больше семейный досуг, да, и они же дают вам возможность, как мы говорили, общаться, еще и развивают к тому же. Поэтому они очень востребованы семейной аудитории, и здесь нельзя сказать, что, да, там игры только взрослым, там, да, как ты, что тренд в тот, против того, чтобы взрослые играть, а не дети, да, я бы не согласился совершенно, дети прекрасно играют, и я знаю, что у нас в магазинах куча мам с детьми, и, в общем-то, если про аудиторию говорить, да, продукты, то там как раз большое ядро есть молодежь, и есть большое ядро, и даже больше, это родители, в том, женщина с детьми, так что она и семейный досуг вполне тоже. А ассоциации, ну, вот у нас есть игра Диксит, которую упомянул Михаил, тоже игра ассоциации, она, например, от шести лет до, так сказать, до бесконечности, в общем-то. На самом деле, то, что делают вот товарищи из Сэгеймс, да, это на самом деле, как бы заимствованная, так скажем, идея, добавлено много-много чернухи, поэтому она там для только взрослых годится. Так что есть разные, конечно, подходы к играм, как фильм, знаете, смотрели, наверное, Человек из Бульвара Капуцынов, там был Мистер Фёст, Мистер Сэконд. Да, да. Вот есть разные люди, мы вот как бы фёст, а есть вот товарищи, которые ближе подход к Мистер Сэконд. Но, тем не менее, смотрите, мы можем, тем не менее, говорить, что аудитория, да, по каким-то, по каким-то параметрам может, так сказать, да, выделяться, разделяться. Смотрите, да, есть, например, там молодежная аудитория, поэтому им больше будет нравиться отлично играть в матч. Миша, Миша, значит, я тебя вынужден вновь прервать, мы сейчас продолжим разговор о аудиториях, а сейчас новости на финансе. Итак, друзья мои, к сожалению, такое часто бывает, когда настолько интересные люди в студии, время летит, и мы вот только что сейчас опомнились, оказалось, последние 12 минут, давайте по этому поговорим, ну, поговорим более интенсивно, я имею в виду, более насыщенно, хотя вот эту тему надо закрыть, да, вы новостей начали. Про аудиторию. Да, про аудиторию. Люди, которые с удовольствием играют, молодежь, например, Манчкин и Свинтус, да, они потом с тем же удовольствием да, что лица, которые более старшие, да, может быть, там, тема Манчкина не очень интересна. То есть они сразу с доминьона начинают? они сразу с доминьона, но игр многообразия, то есть каждый может найти то, что ему нравится. Ну смотри, игр многообразия, вот я как человек неискушенный абсолютно, я еще раз это повторю, уж извините меня, так не случилось мне пока, вот с вами я встретился, я думаю, теперь у меня... Вперед, есть шанс. Да, 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 у меня новые веха в моей жизни. Подарки оставили. Ну так вот, я по какой-то причине, да, решил поиграть, и вы мне посоветовали, у меня там собираются родственники, чем их занять, ну посидим мы, покушаем там что-то, поговорим, обсудим новости, и все, еще и по домам. Давайте чем-нибудь заменим. А вот ты предложи им игру. Я пришел, Саш, да, к тебе в магазин, и как мне выбрать-то ее? Ну, конечно, мы спросим, во-первых, какая аудитория, всегда наши продавцы спрашивают, сколько вам лет, кто будет играть, вернее, потому что покупают часто не для себя, для кого-то в подарок. Сколько человек играет, понятное дело, да, и там какие-то есть предпочтения, если люди уже играли, то можно ориентироваться по тому, что у них уже есть, если им нравится это, 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 то мы не понимаем, что можно посоветовать что-то вот в этом же духе. Зависит очень сильно. Если, скажем, люди никогда не играли в игры настольные, и они вот первый раз столкнулись, то есть ушли в магазин, зашли, ой, а что это у вас такое интересное, да, соответственно, мы будем советовать какие-то несложные игры, там у нас в магазине всегда есть открытые игры, можно прямо даже сесть поиграть, у нас даже столы специально стоят прямо в магазине, можно все пощупать, посмотреть. И кто-то поможет, да, если я не справлюсь? Конечно, да, экс-сультанты, которые все объяснят и покажут, то есть вы можете не то, что там вот коробку купили, как вот закрытую, что это такое, непонятно, а вы можете прямо пощупать. Соответственно, если там совсем вот возрастные, да, вот люди, вот как вообще не играли, они там уже там преклонного возраста совсем, то им скорее надо рекомендовать игры абстрактные, то есть без темы, да, есть много современных интересных настольных игр, которые абстрактные, как шахматы, как шашки, у них нет темы, потому что, ну, они там не готовы. Есть какие-то правила просто? есть правила, там, вот там кварта, например, игра очень простая, очень простые правила, вот она такая деревянная, никаких там, никакой темы, вот сейчас видят только... Мне понравился, Айф Розок, вот она такая деревянная, как и аудитория, которая будет в нее играть. Она очень умная, но очень простая, просто она абсолютно как бы нейтральная, скажем, да, просто попробуйте бабушки там вот крейсеры космические, да, предложите все, она бежит от вас с криком, да, хоббит, поэтому бесполезно пытаться, то есть таким людям такая игра подойдет, да, если есть люди помоложе, если компания молодежная, значит будет другая игра, семейная, есть дети, нет ли в игре детей, зависит от этого, да, есть игры, которые можно с детьми играть вместе совместно, и у них будут равные шансы, как вы говорили, есть игры, которые на более такую, скажем, взрослую аудиторию нужно сильно думать, вот там есть игры на реакцию, типа диких джунглей, там вот все должны быстро хватать, да, вот очень такая популярная игра, там специальные карточки, внимательность и реакция, ну в принципе хватать все могут, что там сложного такого, но быстро, это молодец, дети могут играть со взрослыми, и взрослые могут практически в любом состоянии играть, да, Диксит, игра на ассоциации, от 6 лет тоже можно, там очень необычные карточки, там с детьми сложно играть, немножко иногда бывает, потому что дети такие ассоциации, что взрослым сложно понять, что же за ассоциативный ряд у них был такой, скажем, да, есть игры, там для большой компании, вот мафию там все знают, да, игру, мы недавно еще издали игру Султан, на миг, типа мафия, только лучшая мне больше нравится, более интересная, а мафия это тоже настольная? Да, это настольная, много народу может играть, вы собрались там 10-ром, или у вас аж 15, вот вы что будете играть, резко сужается выбор, потому что в общем-то как бы уже даже злато отпадает там, сколько часто. Ну не хватит просто, поэтому вот есть игры, вот Султан, на миг там можно 15 человек играть, да, вот мафия тоже может много народу играть, то есть есть такие игры, которые много народу, то есть вы, ведь мы тут с друзьями, вот собираемся поехать там, большой компанией куда-нибудь, а сколько у вас есть? Ну нас тут 10, что нам делать? Ну в футбол играть не хотим. Да, ну в футбол они может поиграют, но не всегда просто может есть возможность. Есть игры очень такие, там 12 человек, там гномовредители, очень прикольная игра. Таком активное взаимодействие между игроками, но фактически по-человечески это можно там что-нибудь такое, а я тебе сейчас вот это, а ты мне вот это. То есть такое, ну это не со злом, не со злом, конечно, но это такое, что вот азарт тоже придает определенной игре. Взаимодействие между игроками должно быть вот веселое. Игры надо подбирать под людей, под компанию, и это конечно нужно делать, как ни одной нет одной книги, которая подходит всем, какая бы она там бестселлером не была, мы не продаем всем вот одну, о, это вот возьмите вот это автоматически, все это все берите, все берите, все берите, всех болезней. Да, таких не бывает рецептов, естественно, есть игры, которые близки к этому достаточно, потому что они очень хорошие, там очень популярные. Я понял. Ну и собственно, да, ту тему, которую вот как выяснилось, да, Миш, мы и не обсудили, хотя по большому счету ради этого и собрались, мы не говорили о бизнесе, да, насколько он рентабелен, это раз, насколько востребовано то, что вы делаете, в России у меня прежде всего, хотя я так понимаю, у вас, вы не исключаете экспансию и за рубеж. Ну да, есть как бы вот, но мы, ну смотри, экспансия и за рубеж может, я так понимаю, в вашем случае быть только, издание игры за рубежом. Издание игры за рубежом. Нет, издание российских именно. Ну, не обязательно, можно иностранные. Не обязательно, но вот первую игру, которую мы издали в Германии, это была метро по Роману Глуховского, то есть мы ее издаем в России, мы ее издали в Германии, это экспансия, бизнес рентабельный, как розничный бизнес, потому что вот, вот Александр розничный бизнес, мы при издательстве открыли магазин Хобби Геймс, тоже розничный бизнес, так и издательский бизнес, естественно, рентабельный, иначе мы бы не занимались этим бизнесом. Ну, это не самые высокие, конечно, у нас наценки, понятно, что есть у нас, прямо скажем, отрасли как бы, рентабельнее, Мы не будем о них говорить. мы не будем о них говорить, но в целом, это растущий рынок, понимаете, то есть у нас там скорость роста плюс 50%, да, к обороту, год, да, даже в кризис, такая была скорость. Вот это мне тоже очень... Потому что рынок растущий, да. Пока еще, вот видите, вот вы не знаете про настольные игры, не знали, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Не знал, я каюсь. Отлично. Для нас это упущает. Для нас, да, это очень хорошо. Приходите к нам в игровец, мы поможем подобрать игры. Обязательно. Ну, то есть, вот мы прежде всего говорим, да, Тимур, о том, что действительно эта поляна не настолько окучена еще в России, что она будет расти, расти и колоситься. Я думаю, еще не скоро будет, не скоро она окучится, вот, и мне кажется, этот рынок интересен тем, что здесь всегда есть место для новой игры. Если взять какой-нибудь там FMCG, где молочко, ты приходишь, там у тебя пакеты молока, молоко, 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 и все это молоко, да, и как понять, какой из них лучше, какой хуже. Игры, они более индивидуальные. И здесь, даже если их уже тысяча, тысяча первая, можно найти своего потребителя, потому что она уникальна по своей... По своей природе, да, по сути. Хорошо, а как вы будете, ну, я так понимаю, если мы говорим о ваших глобальных неких взглядах на перспективу, как вы считаете правильно окучивать эту поляну в России? Ну, надо развивать культуру остальных игр. Мы проводим игротеки, например, да, игротеки в мероприятие, куда можно прийти и бесплатно поиграть. Наши консультанты. Кстати говоря, у нас завтра будет большой турнир по игре бесплатный. Завтра большой турнир по игре? Да. Ну, видишь, как... Мы устраиваем большие фестивали несколько раз в год с участием всех издателей. То есть там Тишинка недавно прошла, то есть это на Тишинской площади ежегодно уже, наверное, четвертый год Александр тоже участвует. Это большой фестиваль, где собирается несколько издателей, бесплатные демонстрации настольных игр. Понравившуюся игру можно купить. И также каждый издатель устраивает игротеки. То есть это возможно в кафе, мы устраивали в Старбаксах, там, во всевозможных заведениях. У Александра очень популярны игротеки. То есть мы всячески популяризируем. Да, это помогает. Люди могут прийти к нам, да, вот, ну, не знаете, что такое настольные игры. Может быть, вы знаете, но, ну, скажем, не готовы еще купить, или вот, не понимаете, как, даже в магазине вам помогали, помогали, не помогли. Или, может быть, вы еще не были в магазине, прочли в интернете, услышали по радио, например, про настольные игры. Вот, например, там, игротека, да, и приходите туда с друзьями, с детьми, пожалуйста, да, мы с детьми работаем, и с взрослыми, там, куча наших сотрудников, они всем помогают, можно поиграть бесплатно во что угодно, попробовать писать, ну, не понравилось, ради богу, как бы, да, вы всегда можете уйти в вольны. То есть, это очень такое, приятно, люди все говорят, что, бесплатно, прям, можно прийти поиграть, да, бесплатно, правда, правда. И, на самом деле, многие люди именно так и знакомятся со настольными играми, то есть, они говорят, да, вот, замечательно, в этом смысле, у нас еще такой бизнес, знаете, это как бы, не только бизнес, но еще такое, в общем-то, ну, благой дел какой-то. Благой дел. Извините уже за пафос, да, на самом деле, это очень приятно, то есть, вот водкой я бы не стал торговать. Люди покупают то, что им нравится, то есть, они попробовали, им понравилось, они привели друзей, то есть, хороший продукт, не нужно даже, как бы, там, дополнить такой усилий, главное показать человеку, и человек сам выберет. То есть, разжевывать ничего не надо, потому что, да, если человек понимает, о чем идет речь. Вот это же вещь хорошая, да, вот эта вещь, и настольные игры во многом хорошие, настольные игры, они самопродаваемые, в некотором смысле, то есть, люди поиграли, им понравилось, они пошли купили так, и поиграли своими друзьями, это как в сарафанной радио работает, да, в этом смысле, она живая такая штука, игра, да, это не вот такой, не что-то такое, как вот кирпич, да, выключили рекламу в телевизоре, прекратилось? Нет, с настольной игрой не так. Да, Совершенно верно, у нас на самом деле такой рынок-то не очень бюджетный, поэтому, как правило, вы не увидите в телевизоре рекламы настольных игр, в общем-то, Я, да, их и не видел ни разу. Поэтому они не такой, там, маржинальный товар и так далее, но не так распространены пока широко, но, тем не менее, они живут, развиваются, я уже говорил про скорость роста, за счет чего? За счет того, что просто сарафанной радио волна несет, потому что люди играют, они хорошие, просто это что-то хорошее, вам понравилось, если вы про это сами расскажете, вам не нужно там поддержку. Саша, скажи, пожалуйста, слово игра, 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 оно, если, так сказать, не фокусироваться на той теме, о которой мы говорим, оно может иначе, по-разному, да, у каждого восприниматься. Сегодня мы говорим уже о компьютерных играх, ну, настольные игры, понятно, спортивные игры, да, это немножко другая история, и мы говорим все-таки о сфере развлечений. А вот была, ну, я надеюсь, многими забыта уже сейчас, но, тем не менее, была такая мания, когда по слову игрой мы обязательно подразумевали «Понимаете». Нет, ну, есть такое, осталось еще доголосок, иногда спрашивают, там заходят в магазин люди с улицы, говорят, у вас тут что такое, мы говорим, мы играем на столе, они такие, ой, ты там азартный что ли, да, 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 не, 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 успокойтесь, все нормально. Ведь тот же самый, я не знаю, рулетка какая-нибудь, она тоже может быть настольной, ну, такой, чтобы купить, да, и хотели, как вы сказали уже настольный, есть разные варианты всего, что можно на стол, что только не положишь, да, 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 в общем-то. Не, ну, можно и на спичке играть на деньги. Да, да, и на камень-ножницы. Ну, то есть и любой, да, камень-ножницы, и любой вот этот, да, любой вариант, о котором мы сегодня говорили, они тоже... Ну, они все, априори, вот все эти игры, ну, вы даже их видите, они не заточены по тому, что они были легальными на деньги, они совсем для этого непригодны, ну, то есть при желании, опять же, можно во что хочешь, но это другая культура, абсолютно на другого уровня, и, в общем-то, здесь азарт не связан с деньгами. Да, 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 вот это важно. Азарт присутствует. В той же мере, да. Когда мы победим, даже когда мы на работе, например, выполняем какой-то план, это же азарт. Да. Соревнования, эффект соревнования. Вы победили, то есть не всегда мы думаем, прежде всего, о зарплате, да, или о премии, которую получим в результате того, что мы выполним на работе, а просто это вот некая победа над собой, или победа над... Понятно, что если вот вы набрали больше всего очков каких-нибудь там победных, или там очков престижа, как часто называются на стольких играх, в конце там, вот у вас 109, а вот у Миши там... 180, да, у кого-то половины 100, да, то вот вы рады, вам здорово, да, а он думает, ну, в следующий раз-то я сделаю ход. Вот зря я эту карточку-то сыграл, да. Ну, никто никому денег не платит, поэтому, понятное дело, но всем весело и интересно, и они думают, как они в следующий раз отыграют, потому что... Ну, и думать хочется, да, людям интересно же, потому что вы решаете задачу какую-то. Вы решили не так. Ну, то есть вы наговорили сегодня, да, все-таки несколько раз о культуре, о некой культуре. Вот суть мероприятия именно такая, что культура настольных игр, она изначально, да, не подразумевает азарт, связанный с деньгами, связанный с этими нехорошими всеми вещами. Ничего такого тут нет, никакого шлейфа нет. Вот это здорово, на самом деле. Да, это очень хорошо, на самом деле. Я с тобой опять соглашусь, когда ты говорил пафосные вещи, и вот я считаю, что это, как Мишу что-то не нравится, но это надо повторять, да, потому что именно культура настольных игр, она позитивна. Верно совершенно. Она отсюда, вот, ну, мало того, что она детские, да, какие-то эмоции отсюда, вот, из сердца, изнутри она поднимает, да, она еще и наполнена позитивом. Но к этому я присоединюсь, потому что это не пафос, это правда. Это правда, это здорово и, в общем, позитивно. Игры еще и развивают, да, если уж про детей говорить, так что это еще и плюсы, просто такая банальная, скажем так, польза. И уж не говоря о том, что это, прежде всего, да, социальная игра, которая позволяет, прежде всего, общаться друг с другом, людям интересным друг друга, близким, родным, да, и чего, к сожалению, сейчас не так много. Друзья мои, я огромное вам спасибо хочу сказать, у нас время заканчивается. Я представлю еще раз моих гостей Михаил Акулов, генеральный директор компании «Мир Хобби», Александр Пешко, генеральный директор магазинов «Игровед» и издательства «Стиль жизни», Тимур Кадыров, сооснователь SC Games. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Играйте в настольные игры, вспоминайте детство, будьте счастливы. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...